Вкусно и полезно в Бобруйском горисполкоме прошло заседание на тему школьного питания. Оставляется должный контроль со стороны руководителя учреждения образования. Какие блюда в топе у учащихся? Помощь делам Бобруйчанин выразил благодарность в адрес сотрудника Государственного комитета судебных экспертиз за содействие в раскрытии кражи из его дачного дома. Считанные дни сотрудники милиции задержали подозреваемого. Как работают профессионалы? На пьедестале бобруйчане в числе победителей первого этапа смотра конкурса за почетное звание лучший сотрудник уголовно-исполнительной инспекции. В первую очередь это престиж. Кто ежедневно на страже порядка? А также рост зарплат, проверка знаний и разработка аграриев. В стране презентуют 20 новых сортов популярных сельхозкультур. На чем акцент? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Дзержинский район. На контроле у президента сельскохозяйственная и социальная тематика. Первым делом глава государства ознакомился с выполнением поручения по строительству современных молочно-товарных комплексов и посетил один из них. Александр Лукашенко отметил, тема новая и объект один из 20 подобных в районе, строительство которых профинансировано за счет столицы. Однако не исключено, такая практика распространится на другие регионы. Это самый дешевый комплекс в стране. Это для нас очень важно. По стране мы в этом году больше сотни комплексов вводим. Поэтому нам надо четко понимать стоимость этого мероприятия. И если у вас действительно, а это, наверное, так, и мне мэр Минска говорит об этом, получился самый дешевый молочно-товарный комплекс. Второе, надо тиражировать по всей стране эти комплексы. Нам не надо, чтобы какая-то тут архитектура супер была и так далее. Хорошая архитектура, хороший комплекс. Подняли достаточно над уровнем. Как у нас обычно строили фермы, то вода вся стекала к этим фермам, и они разрушались. Мы его приподняли, красивый, нормальный проект. Мы его будем тиражировать по всей стране. Вот две проблемы. Спасибо Минчанам, что они со своего бюджета профинансировали. 20 комплексов тебе, это большая поддержка. Второе, что мы их должны тиражировать по всей стране. Но подведя черту, хочу сказать, что от комплексов мы не отойдем. Если кто-то там парится и хихикает, что вот опять комплексы. Опять, потому что, я полагаю, здесь все молоко экстра. То есть с самым высоким качеством. Ну так это же питание людей и детей наших. После Александра Лукашенко принял участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп». Президент подчеркнул, белорусам следует ответственнее подходить к своему здоровью. А также выразил надежду, что такие объекты появятся во всех районах. Глава государства ознакомился с возможностями спортцентра и сделал символический первый удар по мячу в матче между ветеранами футбола Минской области. Работа профессионалов житель Бобруська поблагодарил специалиста отдела судебных экспертиз за добросовестный труд. Весной этого года за время отсутствия хозяина злоумышленник взломал входную дверь, похитил электроинструмент и другое имущество. Потерпевший сразу же обратился к правоохранителям. К нему незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа с Тимофеем Ступенем, старшим экспертом отдела судебных экспертиз. Задача эксперта-криминалиста на месте происшествия обнаружить, зафиксировать и изъять следы, которые могут принадлежать преступнику. Этим я и занимался с использованием немалого перечня научно-технических средств, имеющихся в арсенале специалиста. В ходе осмотра я обнаружил и изъял различные следы, в том числе следы обуви и орудия взлома. В считанные дни сотрудники милиции задержали подозреваемого. Горожанин выразил искреннюю благодарность криминалисту за ответственные отношения к своим обязанностям и профессионализму. Благодаря самоотверженной работе жители Бобруйска могут спать спокойно. Отечественные разработки, резервный день и загруженный маршрут. Свыше двух с половиной тысяч единиц транспорта ожидают въезда в Евросоюз, где самая длинная очередь. Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Внезапная проверка готовности вооруженных сил началась пятницу 21 июня. Белорусская армия приступила к выполнению задач по предназначению. Задействованы воинские части и подразделения оперативных командований, сил, спецопераций, ракетных войск и артиллерии, ВВС, ПВО. По информации Минобороны, на первом этапе предстоит выехать в назначенные районы и заступить на боевое дежурство. Возможно движение техники по дорогам общего пользования. Белорусские аграрии презентуют для промышленного производства 20 новых сортов популярных сельхозкультур. Это азимы, третикали, рапс, пшеница. Акцент на высокую производительность, а также устойчивость к засухе. К слову, Жодзина стартовал международный форум, на который съехали специалисты из стран СНГ Китая. Всего более полусотни организаций. Наши ученые демонстрируют инновационные технологии в земледелии, селекции и семеноводстве. По итогам года у бюджетников на 16% вырастут зарплаты. Темпы роста реальных доходов населения в прошлом году – более 100 пунктов. В 24-м положительная динамика сохраняется, в том числе и в отраслях госсферы. При этом повысятся и пенсии. Средний размер пособия по возрасту неработающего белоруса в мае – около 800 рублей. ЦЕЦТ по профильным предметам написали 21 июня. Более 440 абитуриентов. По русскому и белорусскому языкам последний резервный день сдачи станет 23 июня. Те, кто не пришел, но по уважительным причинам, а также удаленные нарушители, смогут попробовать свои силы 19 и 21 августа. Результаты можно будет узнать на сайте института. Свыше 2500 единиц транспорта ожидают въезда в Евросоюз. Наибольшее количество фур фиксируется на литовском направлении. Самый загруженный для легковушек по-прежнему маршрут в Польшу через Тересполь. Контрольными службами погранперехода «Каменный лог» за 24 часа пропущено из Беларуси 15% от нормы. Через Григоровщину 38 большегрузов, в Кукурыках 60. Качественно и сбалансировано в Бобруйском горисполкоме рассмотрели вопрос организации питания школьников. В работе заседания приняли участие заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Нина Емельянова, первый заместитель начальника главного управления по образованию Могилевского обл. исполкома Игорь Лошкевич. Тема очень актуальна. Это направление работы можно считать в числе приоритетных направлений деятельности учреждения образования. В наших учреждениях созданы бракеражные комиссии, советы по питанию. Сделяется должный контроль со стороны руководителей учреждения образования, органов управления по образованию. Бобруйского городского исполнительного комитета вместе с тем имеют место факты нарушения требований саннепетрежима, имеют место претензии по качеству питания. Поэтому сегодня мы обсудили наиболее острые и важные вопросы, определили пути их решения. В городе за миниучащихся отвечают комбинат школьного питания «Куполинка» и «Мясокомбинат». За год бесплатные обеды предоставлены 53%. Это более 12,5 тысяч детей. Для страдающих различными заболеваниями и аллергиями разработаны диетические рецептуры. В 2024-м на новые подходы перешли все учреждения общего среднего образования. Суть проекта – удовлетворение вкусовых предпочтений путем внедрения в рацион новых фирменных блюд. Предварительно было проведено анкетирование среди обучающихся и родителей. Анализ показал, более 80% удовлетворены. В области проводится системная работа по повышению качества питания. На данный момент создана определенная система по контролю за безопасностью и качеством питания. Система образования и справиться с этими задачами, которые стоят на данный момент. И наши детки будут обеспечены качественным и безопасным питанием. Меню в школьных столовых стараются сделать разнообразным и полезным. У ребят среди любимых блюд – борщ, рассольник, пельмени, картофельное пюре с котлетой, бабка, шашлык, котлеты из мяса птицы, блинчики. Меньшей популярностью пользуются рыбные изделия, овсяная каша, омлет, молочный суп, тушеная капуста. При этом активно популяризируется здоровое питание. Особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы, модернизации и переоснащению пищеблоков. В этом году приобретено 17 единиц холодильного, 19 единиц технологического, 8 единиц прочего оборудования. В УВД Могилевского обл. исполкома в рамках первого этапа смотра конкурса за почетное звание «Лучший сотрудник уголовно-исполнительной инспекции» стала известна тройка победителей. В числе триумфаторов сразу двое бобруйчан. Подробности успеха узнала Елизавета Липеева. В детстве Дмитрий Каледич, как и миллионы мальчишек, хотел стать милиционером. С годами мечта не ушла в небытие. По два десятка лет в органах внутренних дел и каждый день со стопроцентной самоотдачей на рабочем месте. Первый хотел из семьи пойти по этому пути, стать сотрудником органов внутренних дел. Ну и в дальнейшем, чтобы, может быть, семья как бы продолжала. Среди правоохранителей уголовно-исполнительной инспекции случайных людей не бывает. Ежедневно под контролем сотрудников осуждённые. Станислав Бурлаков через разъяснительные профилактические беседы помогает тем, кто однажды переступил черту закона. В первую очередь это престиж. Действительность органов внутренних дел направлена на профилактику преступления административных правонарушений. Необходимо наставить людей на социальную адаптацию. Мой инспектор приходит ко мне раз в месяц, иногда, может быть, и чаще. И когда посещают меня, и я, когда прихожу, проводят со мной профилактические беседы. Все правила, которые я должна соблюдать, и контакт налажен. По итогам первого этапа смотра конкурса за почётное звание лучшего сотрудника УИИ, правоохранителя ГУВД Бобруйска Станислав Бурлаков и Дмитрий Каледич заняли второе и третье места. Данные сотрудники имеют хорошие результаты работы, постоянно работают над повышением своего профессионального уровня. Свои знания умело применяют в профессиональной деятельности, также помогают сотрудникам, коллегам по работе. Бобруйские правоохранители состязались за право считаться лучшими представителями службы с 14 коллегами из Могилёвской области. Сотрудники сдавали экзамены по физической, тактико-специальной и огневой подготовкам, демонстрировали навыки оказания первой доврачебной помощи пострадавшим, профессионализм и в теории, и на практике. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360. На тёплом песке. 21 июня в Бобруйске открылись соревнования по пляжному волейболу среди мужских и женских команд Организации Министерства промышленности. Состязания приурочены к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Перед началом торжественное возложение цветов в памятнику воинам Первого Белорусского фронта. Сами игры развернулись на пляже у санатории имени Ленина, площадку для которых подготовил завод тракторных деталей и агрегатов. Хотелось бы поблагодарить руководство завода тракторных деталей и агрегатов за проделанную работу, за шикарные площадки, за хорошую организацию турнира. И с уверенностью могу сказать, что эти площадки одни из лучших в стране. Волейболисты 23 мужских и 18 женских команд со всей страны в течение трех дней встречаются, чтобы выявить сильнейших. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!